Блогер Сергей Иванов Только полный идиот может полагать, что Россия не причастна к теракту в Шарли-Эбдо. Путину, отвергнутому всем цивилизованным миром, не остается ничего, как заключить ситуативный союз с исламскими фундаменталистами и попробовать заново раскочегарить угасающую топку джихада. Кто в наше время помнит о Талибане или Аль-Каиде? Да практически никто. Сегодня главной террористической организацией в мире является Российская Федерация, а Путин является ее лидером. Кроме того, тщательно насаждаемый в России русский православный фундаментализм мало чем отличается от исламского. Если точнее, то совершенно ничем. Надеюсь, Париж не станет церемониться с поребриками и хладнокровно уничтожит каждого. Каждого российского террориста. В противном случае, уже очень скоро туда явятся Бэтмены, Фобусы, Маньяки, Гиви, Моторолы со всей своей изголодавшейся по новым приключениям колорадской пиздобратией и скажут «Париж наш, блядь!», мотивируя это событиями 1814 года. Ах да, Бэтмен не придет, у него дела, но не суть важна. И вот тогда, именно тогда с небес спустится Путин в толстовязаном кардигане с ликом Богородицы на груди. Тихим, но твердым голосом даст команду Фу своим сертифицированным уебаном и станет спасителем Европы от американского рабства и энтропии. После этого новоявленный спаситель улетит обратно, плавать в РТШ, кушать овсянку с медом и целовать мальчиков в обнаженной части тела. Разумеется, я несколько гиперболизирую, но в целом кремлевский план выглядит как-то так. Даже не сомневаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok